Наш канал продолжает серию специальных репортажей «Такая разная война». Сегодня мы расскажем о Ли Джанжуе. В годы войны он служил в составе группы ВВС «Летающие тигры». Летающие тигры устрашали противника оскалом Акулепасти на носу самолета. Летный корпус американских пилотов-добровольцев был создан по предложению майора Клэра Лишеннелта. Подразделение из трех истребительных эскадрилей должно было помочь Китаю оборонять свои позиции и уничтожать вражеские самолеты. Первая группа в составе 200 человек прибыла из Сан-Франциско летом 41-го года. В 1943-м китайские летчики уже самостоятельно боролись с врагом. Один из героев той войны – 95-летний Ли Джанжуй. Каждый боевой вылет он помнит до сих пор. База японской армии была в Пангкоке. Бомбить ее мы летали практически ежедневно. А однажды мы разбомбили поезд, который перевозил вооружение. Я помню, как тогда взрывались помпы, пулеметы, пистолеты и пули. Когда началась война, Ли Джанжуй был курсантом Академии военно-воздушных сил. В 1942-м году его отобрали для подготовки в составе международного летного подразделения. Он воевал вплоть до 1945-го. Совершал операции в Индии, Бирме и Таиланде. Бомбил вражеские танки и мосты, по которым шло снабжение. Но один из боевых вылетов закончился трагично. Наш самолет получил пробойную. Американский член экипажа погиб на месте. Мне прострелило ногу. Позже в России и США прооперировали меня. Но часть пули до сих пор находится в моей кости. Ее не смогли убрать. Осколок, который мог оказаться смертельным, до сих пор не дает ветерану забыть об ужасах войны. А еще сохранилась фотография, где молодой курсант Академии военно-воздушных сил Ли Джанжуй стоит рядом с отцом. И не подозревает, какую роль в борьбе с японскими захватчиками ему предстоит сыграть. Татьяна Климова, CCTV